Когда в Армении говорят о международной поддержке, наивные граждане этой страны полагают, что речь идет об официальных заявлениях или хотя бы устном одобрении нечистоплотной политики Еревана. Но последние события на границе, последовавшие за армянской провокацией, показали во всех подробностях, что на самом деле представляет собой международная поддержка Армении. В то время, как тысячи людей в Азербайджане записываются в добровольцы и выражают готовность идти на фронт, в Армении тоже формируется армия, правда, несколько своеобразная и пикантно вооруженная. Как известно, американская парнозвезда армянского происхождения Ким Кардашен бросила клич в соцсетях о поддержке Армении. В условиях отсутствия какой-либо другой моральной или материальной поддержки клич представительницы древнейшей профессии прозвучал для Пашиняна и его команды как «Глаз небесный». Как бы там ни представлялась звезда порно в армянских СМИ, открыв свой бизнес и входя запросто в Белый дом, армянка с пышными формами не оставила свою истинную профессию. Дама легкого поведения уже стала лицом, ну или чем-то там, всеармянской кампании за продвижение так называемого геноцида армян. Теперь она превращается в символ всеармянского сопротивления, якобы азербайджанской агрессии – самокардашьян. Любой житель серой и голодной армянской глубинки может теперь, закрыв глаза, представить, как великая армянка востедает на танке, гордая и обнаженная хотя бы местами, а в руках у нее пики, на которые надеты головы ненавистных турок. А враги так и падают, так и ложатся под гусеницы танка, не в силах устоять перед эдакой красотой. Как это армянским правителям до сих пор не пришла в голову мысль использовать соблазнительные формы парнозвезды в качестве ударного оружия своей армии? Хотя, кто знает, может быть, именно это имеют в виду в Ереване и Карабахе, когда говорят о наличии у Армении некоего мощнейшего оружия, которого нет даже у самой России. Но пойдем дальше. Ударная сила в лице парнозвезды – это еще не все, что имеется в арсенале новоиспеченной армии Никола Пашняна. Имеется целый полк клоунов и лицедеев, жирующих на различных шоу в российском эфире. Вот, например, Михаил Галустян, прославившийся изображением таджикских гастарбайтеров и русских алкоголиков. Унижение достоинства других народов, даже тех, за счет которых кормится, как ни печально сделало этого клоуна бизнесменом и звездой российского ТВ. Но недавно стало известно, что в связи с пандемией бизнес Мишеньки прогорел, и Галустян уже подал заявление о банкротстве. А значит, у него появится много свободного времени для защиты чести и достоинства Армении. Он будет хорошо смотреться позади Танка Ким Кардашьян. Да, Танка. А вы что подумали? Еще один доброволец, разбрасывающий сегодня искры в соцсетях – это шоумен Гарик Мартиросян. Подсуетившись после КВН-овской славы, Гарик совместно с другим армянином Артуром Джанибекианом породил ТНТ. Телеканал вроде как российский, но почему-то при этом совсем армянский. И не случайно в массах он получил название «Армян ТВ». Мартиросяна еще называют канцельери армянской шоу-мафии и армянской мягкой силы в России. Он тоже неплохо смотрелся бы в рядах пашиняновского шоу-спецназа. И не только эти двойные десятки других деятелей шоу-бизнеса армянского происхождения, вставших грудью и прочими частями тела на защиту исторической родины, могут присоединиться. А вместо боевых барабанов подойдут басы Сержа Танкяна – еще один великий армянин, так сказать, совесть армянского народа. Как трогательно подружились Танкян и Пашинян в дни переворота 2018 года. Сентиментальные армянки аж рыдали от умиления, видя их вместе на трибуне. Рок-звезда постоянно лезет в политику. Пора бы уж предоставить ему такую возможность. Армия у Никола получается всем на зависть. Впереди Кардашьян, вдохновляющая своим, своими, в общем, побуждающая на подвиги. А какая будет поддержка армянским солдатам? Одним словом, всем хорошо. А тем временем армянские провокации на границе продолжаются.